Поддержать нашу коллегу Наталью Барбарош, которую, как я считаю, необоснованно обвиняют в нанесении телесных повреждений сотруднику УБОПа при исполнении ним обязанности. Вот, ну как говорят сами сотрудники УБОПа, Наташа якобы господина Вдовиченко укусила за палец. Вся эта ситуация длится уже с прошлого года и, честно говоря, на сегодняшний день дошла до абсурда. Сначала было дело открыто, в котором Наташа проходила потерпевшей. Однако дело через примерно полгода было закрыто вот этой всей суматохи, которая у нас происходит на данный момент в стране. Наташа решила не оставлять это все, плыть по течению и в итоге подала, как бы, при помощи разных там активистов в прокуратуру области запросы, дело было возобновлено. Вот. В ответ на это милиция открыла дело против Наташи, где она уже проходит в качестве подозреваемой. Я считаю о том, что это попытка задушить не только Наташу, а задушить каждого журналиста, который в полевых условиях работает в Николаеве. Я объясню, почему я так думаю. Я по делу прохожу свидетелем. Я был очевидцем всех этих событий. И в один день, когда меня пригласили на допрос в прокуратуру Центрального района, я как законопослушный гражданин пришел осуществить свой гражданский долг. Когда я дожидался своей очереди, кабинет прокурора был открыт. И было скучно, как один из правоохранителей давал свои показания. Один из тех правоохранителей, который на тот момент присутствовал во время конфликта. Я не видел, кто точно был на этом. Но он говорил прокурору о том, что милиция хочет наказать таким образом журналистов. Показать, что нельзя так вести себя субботом. У меня нет ничего, кроме моих слов. Кроме моей честности. Есть еще один случай. Это относится конкретно к одному из убоповцев, который участвовал в этом конфликте. Некий господин Педа. Это все, если вы помните, произошло 11 июля. А 12 июля на следующий же день был резонансное убийство, расстрел инкассаторов. Поехав на место происшествия, одно из мест происшествия, сразу же, это считай, через день после конфликта с Барбарошей, я встретился глаза в глаза с педагогом, на что он мне сказал, будь аккуратен, ходи, дорога неровная, тебя могут ноги нечаянно поломаться. Это риторика наших сегодняшних силовиков, которые вместо того, чтобы бороться с преступностью, бороться с другими преступными элементами, они пытаются напасть на беззащитную журналистку, которая не может, естественно, им ничем ответить, кроме каких-то там юридических нюансов. Вот. Ну, у меня все. Я то, что хотел сказать, сказал. Если кто-то хочет сказать еще что-то, предлагаю подходить.